В Туве местный житель подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. Региональным следственным комитетом в отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования внеигровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Залы игровых автоматов, где было организовано проведение азартных игр, завуалированных под разрешенную деятельность на рынке ценных бумаг, были размещены в городе Кызыле. В ходе оперативно-развестных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности Управления МВД России по городу Кызылу и МВД по республике Тува, установлен подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса. Незаконная преступная деятельность подозреваемой и иных лиц была пресечена в результате совместных действий следователей следственного управления и оперативных сотрудников МВД. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям операторов игровых залов, которые, выполняя свои функции, способствовали проведению азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается. Следователями следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников МВД и Росгвардии были проведены осмотры и обыски в местах, где была организована незаконная игорная деятельность. С последующим изъятием компьютерной техники, комплектующих к ним, а также денежных средств. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время планируется предъявление обвинений и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, органам следствия будет дана правовая оценка действиям операторов, которые способствовали совершению незаконной игорной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.